Здравствуйте, мои любимые подписчики! Сегодня презентация моей новой книги «100 простых и вкусных рецептов, которые мне помогли перейти на естественное питание». Когда человек говорит, что он делает презентацию книги, то само собой напрашивается, что он в руках будет держать именно эту книгу. Ну или хотя бы у него на фоне будет какая-то полка с книгами или что-то будет напоминать о том, что он действительно выпустил книгу. Но, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что моя книга имеет реальный физический вид, что её можно пощупать, взять в руки. К сожалению, нет. Пока что мои книги, а их всего на сегодняшний день ещё только три, все они имеют электронный вид. Я хочу объяснить, почему они пока в электронном виде, потому что меня постоянно об этом спрашивают. Ба, когда вы будете выпускать книги в бумажном варианте, потому что очень хочется книгу трогать, щупать, держать в руках. Тем более, если она цветная, с картинками, как это в случае с моей третьей книгой. Она действительно такая красочная, дизайнер очень хорошо поработал. Она иллюстрирована фотографиями. И, конечно, такую книгу хочется иметь в бумажном варианте. Но я дала себе сама слово, что я буду выпускать книги в бумажном варианте только тогда, когда у меня на руках будет диплом доктора натуропатии. Я принципиально пошла вот на такое соглашение сама с собой, потому что я хочу, чтобы я как автор книги звучала для издательства. Я надеюсь, вы понимаете, что издать книгу в бумажном варианте – это непростое дело. Это нужно найти издательство, которое захочет заняться выпуском твоей книги и взять на себя еще и миссию по ее распространению. Есть, конечно, вариант издать книгу на свои собственные средства, но это не очень хороший вариант. Это, можно сказать, тупиковый вариант. Поэтому я по этому варианту не пойду. Я сразу решила, что буду издавать книги в дальнейшем только через издательство. И само собой понятно, что издательство захотят иметь дело только с тем автором, имя которого уже имеет какой-то вес. Вес не только как известного человека, публичного человека, которого уже знает публика, но и человека, который обладает действительно довольно неплохим уровнем каких-то профессиональных знаний. Так вот, я хочу, чтобы как автор я звучала именно уже имея профессию, и причем профессию такую довольно популярную на сегодняшний день, довольно востребованную, такую как доктор натуропатии. И именно поэтому бумажных книг придется ждать пока до следующего года, потому что, если все пойдет хорошо, то я должна получить диплом где-то в конце этого года, либо в начале, в январе месяце следующего года. Соответственно, все мои телодвижения и умодвижения в отношении издательства бумажных книг начнутся не раньше этого срока. Ну и к тому же, у меня еще весна и лето – это такая напряженная пора, когда нужно очень много времени посвящать своей земле, строительству дома, выращиванию всяких растений на своем участке. Поэтому, скорее всего, летом никаких новых книг не появится. Ну что ж, сегодня я хочу все-таки вам сделать такую мини-презентацию своей книги, которую вы ждали. Я знаю, что вы ее ждали, потому что книга была уже анонсирована по предзаказу. То есть я объявила предзаказ, то есть возможность купить мою книгу еще до того, как она увидела свет, то есть до того, как она была написана. И, к моему большому удивлению, очень большое количество людей заинтересовались этой книгой именно на тот момент, когда ее еще не было в реале. То есть она была только в стадии написания. И я получила довольно большое количество предзаказов. Так вот, 1 мая моя книга наконец-таки была готова. Дизайнер закончил все свои работы 30 апреля вечером и сообщил мне вот такую радостную новость, что книга готова. Хотя на самом деле я думала, что она будет готова где-то ближе к 10 мая. Но вот такая приятная новость не только для меня, но и для тех, кто эту книгу ждал. Сейчас я хочу обратиться к тем клиентам, покупателям, которые сделали заказ этой книги заранее. 1 мая была запущена автоматическая рассылка по всей базе клиентов, которые были зарегистрированы у меня, как покупатели этой книги по предзаказу. Поэтому, если вы мне присылаете письмо и пишете в нем, что вы не получили эту книгу, этого быть просто не может. Потому что автоматическая рассылка настроена таким образом, что каждый клиент, зарегистрированный в базе, оплативший заказ, обязательно получил письмо со ссылкой. Я проверила по базе, все адреса охвачены этой рассылкой. То есть, такого быть просто не может, что я кого-то забыла и кому-то не отправила книгу, поскольку я не могу этого забыть, потому что это автоматическая рассылка, здесь все делает робот. Письмо, отправленное всем адресатам, кто купил книгу, содержит в себе ссылку для скачивания файла. И вот тут самый главный момент. Файл, то есть сама книга, она закачана, она расположена на моей продающей платформе GetCourse, в которой у вас зарегистрированный личный кабинет. Так вот, по каким причинам вы можете не увидеть, не смочь скачать эту книгу, если вы не авторизованы в своем личном кабинете. То есть, вполне возможно, вам пришло на почту письмо, в котором вас просили подтвердить электронный адрес, который вы зарегистрировали на моей продающей платформе. Если вы этого не сделали, соответственно, вы не авторизованы в своем личном кабинете, и ссылка для скачивания может быть вам недоступна. И при нажатии на нее может высветиться такая надпись, что файл недоступен. Таким образом, вам нужно авторизоваться в своем личном кабинете. Если у вас не получается это сделать, вы можете написать мне письмо, и я объясню, как это сделать. Далее, кто еще может не получить письмо со ссылкой для скачивания книги? Некоторые почтовые адреса расположены на таких почтовых серверах, как Mail.ru, и еще есть какие-то парочки серверов, которые негативно настроены к письмам, содержащим ссылки. И они воспринимают эти письма как спам, как какую-то непотребную почту, и они ее либо отправляют в ящик спам, либо вообще это письмо не доходит до адресата. То есть, если вы вообще не получили никакого письма, то, скорее всего, либо ваш сервер заблокировал это письмо, не пустил его в входящие, либо он отправил его в папку спам. Поэтому проверьте, пожалуйста, все свои папки, все свои ящики, входящие, оповещения, промо-акции, папка спам. Вполне возможно, мое письмо со ссылкой для скачивания книги заваля нас где-нибудь там. Ну, и начиная с 1 мая, моя книга 100 рецептов продается уже за полную стоимость, и заказать ее можно, если перейти по ссылочке, которая находится внизу в описании к этому видео. Это первая ссылка в описании к данному ролику. Буквально два слова о том, что в этой книге. Понятно, что само название говорит за себя. 100 вкусных и полезных рецептов. Да, это рецепты. Но это не просто список рецептов. Это было бы очень просто. Составить список из 100 рецептов и отправить их в виде книги. На это бы, наверное, ушло, ну, я не знаю, там, недели. За неделю, наверное, можно было бы это все оформить. Но дело в том, что я не хотела идти по такому простому пути. Поскольку название моей книги связано с термином естественное питание, я в качестве предисловия уделила довольно большое внимание этому понятию – естественному питанию. Я объяснила, как я это понимаю, почему нужно переходить на естественное питание, зачем это делать, да, как это правильно сделать. И кроме того, что я посвятила вот эту такую довольно большую ступительную часть термину и естественное питание, кроме того, я снабдила почти каждый рецепт этой книги небольшой историей из своей жизни. Либо это история из детства, либо из какой-то студенческой юности, либо из моей взрослой жизни. Но каждый рецепт, так или иначе, он все равно как-то связан с какими-то событиями, происходящими в твоей жизни. И я подумала, что это будет довольно интересно моим читателям, моим зрителям немножко заглянуть в мою жизнь, где-то посмеяться, где-то погрустить, как-то сопоставить это со своими фактами, со своей жизнью, ну и просто ближе познакомиться со мной, как с автором. И поскольку вспоминание всех этих историй и оттачивание языка, чтобы это было написано, ну, чтобы это было интересно читать, заняло у меня, ну, какое-то приличное время, поэтому и вот так долго, ну, относительно долго пришлось ждать моим читателям, пока они получат свою книгу. Но я уже буквально в первый же вечер стала получать отзывы от моих читателей, от покупателей, и это были исключительно положительные отзывы пока что еще на сегодняшний день. Я не получила ни одного отрицательного отзыва. Пока что людям все нравится, и меня, конечно же, это очень радует, потому что те, кто купил книгу, они нашли в ней именно то, что им было необходимо, то, что они ждали. А, как вы понимаете, ждали люди именно тех рецептов, которые помогли бы им определиться на переходном периоде от традиционного питания, смешанного, к более естественному, более здоровому. Собственно, на это и была рассчитана моя книга, чтобы помочь вам преодолеть трудности, связанные с приготовлением еды, в период, когда вы переходите от традиционного питания к более естественному. Я очень надеюсь, что тот опыт, который я передала в этой книге, а это именно мой опыт, это именно мои рецепты, я не утверждаю, что каждый рецепт уникален. Вовсе нет. Скорее всего, многие из них вам знакомы, но я действительно описывала свой опыт. Это те рецепты, которые действительно мне помогли. Они помогли мне. Они сделали мое питание более разнообразным, более ярким, более веселым. Вот в этом непростом периоде, который мы называем переходным. Я очень надеюсь, что эти рецепты и эта книга в общем и целом поможет вам в этом нелёгком пути. Но несмотря на то, что он нелёгкий, этот путь, он очень-очень интересный. И я абсолютно уверена, и я уверяю вас, что это далеко моя не последняя книга, в которой я буду описывать свой опыт, связанный с изменением питания. Благодарю вас за внимание. Благодарю всех, кто уже купил мою книгу или кто её ещё купит. И желаю вам, конечно же, здоровья. Большого здоровья, которое, как мы теперь уже знаем, напрямую связано с нашим питанием. Надолго не прощаюсь. Ваши байчи.